Нужно сказать, что Мигел провел сравнение, понятное для всех, сравнение с двигателем. Мы говорим, ядро – это двигатель всего обменника. Так вот, двигатель автомобильный, если сравнивать, самые первые модели двигателей, которые появлялись на марках и были революционными в свой период, он назвал марки, вы слышали, Рено, вы слышали другие модели, это были достижения определенного развития, технологического развития. Так вот, если проводить параллель, аналогию, двигатель автомобильный с возможностью использования потенциально мощного ядра в обменнике, так вот, у нас двигатель, который можно сравнить с Феррари, то есть это потенциально новая организованная модель ядра обменника, который позволяет уже организационно, защищенно функционировать и работать, обеспечивая на первом этапе обмен 10 тысяч, на первом стартовом этапе 10 тысяч долларов. То есть это то ядро, которое, будучи единожды сформированным, может только адаптироваться, не требует больше замены и каких-либо сложных работ. Первый пункт, по которому наша компания выбрала именно эту компанию для предоставления сервиса именно ядра обменника, потому что за 2018 год эта компания, в общем-то, лидировала... Так, микрофоны. Эта компания лидировала в области создания ядра обменника, то есть мотор платформы, компания за 2018 год, лидер рынка. Поэтому, зная аналитику, зная информацию, наша компания смогла, не смогла, захотела приобрести именно этот двигатель, это ядро, двигатель обменника для того, чтобы потенциально, ну, приобретать, если уже платить деньги, то приобретать лучшее, что есть сегодня на рынке, что представлено в этой области. Второй пункт, почему наша компания выбрала партнерство именно с этой компанией по покупке ядра, учитывая, что Exchange будет делать более тысячи транзакций в минуту, наша компания не хочет обязывать нашу собственную команду IT для того, чтобы они еще занимались отслеживанием и движением в этой области. То есть, выбирая партнерство с наилучшей компанией в этой области в мире по 2018 году, наша компания хочет избежать перегрузки собственной команды IT-шников, нагружая на них еще возможность работать и отслеживать действия в области обменника. Значит, сначала, пока не забыла все. Почему компания пошла по этому пути? Кто сталкивался, технологически сталкивался с вопросами развития обменников и привязки модулей на одну программу, те понимают, что компания сделала первый шаг, первый модуль, когда нам дали возможность провести верификацию всех наших счетов. И для того, чтобы, привязав второй модуль, который только на прошлой неделе были закончены все работы, привязав второй модуль, чтобы не уйти еще на месяцы верификации, то есть, если готов обменник и с готовыми логинами, с готовым обменник, вернее, готов, и привязывая логины после второго модуля, нас обязали бы проходить верификацию для всех, когда уже есть привязка логинов, проходить верификацию, это занимает месяцы. Учитывая все вот это, еще на стадии разработки, компания все время повторяет, что компания торопилась максимально быстро делать то, что, в принципе, возможно. Поэтому нам дали на готовности первого этапа, нам дали возможность верифицироваться, и теперь идет привязка вот второго модуля и получение доступа по логинам, по каждому мы уже получим открытую функцию и возможность работать на Умбрелле без необходимости повторно проходить верификацию. То есть, на прошлой неделе, когда первый раз рассказал Мигел о том, что мы на стадии готовности Умбреллы, это именно было вручение второго модуля в законченном варианте, возможности в ближайшие дни начать работу именно уже с обменником. То есть, в любой момент мы ждем открытия обменника, потому что от компании от нашей, это уже ничего не зависит. Вы уже поняли, что внешняя компания, разработчик подобного вида программ, которая предоставляет нам этот сервис, на партнерских началах, она будет обслуживать нашу Умбреллу. На сегодняшний момент компания готова, и готовы приложения. Вот немножечко Мигел остановился на приложениях, которое идет для Яблоко, для iOS и для, господи, Android. Так вот, Android-приложение готово, можно работать через Android-платформу, через приложение Google, но что касается iOS, Macintosh проверяет, мы знаем всегда, что Apple всегда в более длительный период проверяет легальность, реальность функционирующего сервиса, поэтому, запуская уже в готовом виде приложение и работу через веб-сайт, мы будем работать сейчас с Google Chrome и с Android. Ну, в ближайшие недели появится и возможность скачать приложение на iOS, на Apple. Поэтому здесь регистрация, новые регистрации станут возможным, как только у нас в действии появится весь сервис открытым. Это внешний носитель, мы уже много раз говорили, что это платформа внешняя, которая будет позволять и работать на ней отдельно, в том числе, но это принадлежность к нашей компании. Поэтому для всех партнеров, нас с вами, которые зарегистрированы и верифицированы на Umbrella, мы сможем, как только появляется кнопка «Все, начинаем», единственное, что нужно будет делать нам с вами, это поменять пароль, потому что вся база данных уже интегрирована и внесена со всей информацией в двигатель обменника, но обязательным еще одним пунктом защищенности программы является смена пароля, потому что каждый, меняя пароль, это новое криптографическое изображение секретного кода, который каждый сам для себя выбирает, поэтому рекомендация создателей Umbrella всем нам, партнерам, уже верифицирована, замена пароля. Это единственное действие для того, чтобы активно работать для нас с вами, которое мы должны будем сделать. Я считаю, очень важная информация та, которую сейчас нам Мигел озвучивает, то есть не просто запустить готовый инструмент, который уже готов к запуску, но обязательным условием является не просто наличие всех тех шагов и пунктов, которые необходимы для функционирования самого обменника. Обязательным условием легальности работы обменника является компания страхования транзакций, то есть компания страховщая, компания, которая занимается страхованием работы в транзакциях в криптовалюты, она имеет свои правила и свои требования, которые партнер мы должны им предоставить. Уже было объявлено, что три недели назад было заключено соглашение с компанией, то есть договор подписан, страховая компания осуществляет на сегодня покрытие 100 миллионов долларов в транзакциях, это серьезная сумма, на первом этапе, я считаю, очень серьезная сумма, то есть наша компания потрудилась заплатить необходимые страховые платежи страховой компании в объеме покрытия защищенно 100 миллионов долларов. Но были некоторые условия от страховой компании, которые мы должны исполнить. Два основных. Первое. Это не просто прописать юридическое лицо партнер, то есть мы с вами не физические лица, у нас юридическое лицо компания, которая заключила страховку с данной компанией. Не просто прописать. Страховая компания проверяет юрлицо, его легальность, его регистрация, масса документов. Это все проверено и готово. Второй этап. Требования компании. Почему? Мы же не просто открываем обменник. У нас не просто обменник, который будет работать с функционирующими и легальными койнами, которые известны на рынке. Четыре собственных койна, которые выходят сейчас в оборот. Четыре наших койна нашей компании. Наша компания должна была предоставить всю документацию ваттеппер и всю документацию по четырем койнам их обоснования для страховой компании. Почему? Потому что они выходят в оборот и проверку свою собственную осуществляет страховая компания. Только после этого появляется все там, где мы привыкли видеть информацию по койнам. Мы знаем, что у нас база это эфир, маркер вы знаете, да, ERC-20. Это достаточно быстрая проверка, потому что не изобретала компания велосипед, они взяли работу и начинаем работать. Компания начинает работать именно с базой. База койнов наших – это работающая, уже зарекомендовавшая себя. Поэтому осталось, что сделать – это довести контроль и проверку этих койнов наших страховой компаний, для того, чтобы готовый к использованию Change Ubrella вошел в действие. Нужно понимать, что наш обменник, который мы имеем уже абсолютно в готовом формате для предоставления, это не просто частный какой-то обменник какого-то физического лица, это обменник, который прежде всего, будучи легально зарегистрированным, обещает защищенность наших транзакций, которые будут функционировать на этой площадке. Во-первых. Во-вторых, для партнеров ID Identification – это вот та возможность иметь вывод всех наших денег, которые у нас стоят в трех наших монетах. И третья возможность – это начать регистрировать внешних партнеров, которые просто хотят работать на обменнике, на легальном, еще одном легальном обменнике, который начинает функционировать в мире. И это старт ICO трех наших монет – Эко, Агрокоин и Тайм Из Мани. И еще один потенциал нашего обменника – это еще одна биржа, которая позволяет делать всем тем, кто умеет и знает, как это делать, покупать, продавать биткоины, эфиры, лоткоины и все другие монеты, которые уже имеют свое место в этом мире и позволяют на этом зарабатывать деньги. Поэтому ближайшие два месяца со старта нашей Умбрелы – это первый этап функционирования, всегда, когда начинается новая площадка. СВОП – это что такое? То есть в рамках СВОП мы сможем что делать? Обменивать, обменивать, то есть только криптовалюты. Обменивать биткоин на этериум, этериум на биткоин, либо наши монеты на биткоин, наши монеты на эфир. Все, что будет предоставлено, мы сможем делать обменные операции только в криптовалютах на первом этапе. На первом этапе уже было сказано, СВОП – это отношение криптовалют между собой. Обменные операции – 2-3 месяца. Но возможность завести деньги через банковскую транзакцию у нас это будет 2-3 недели, сказал Нигел, но, как я всегда говорю, 2-3 недели месяц – это первый этап, когда возможно будет вначале через банковскую транзакцию, а также через кредитные карты, которой уже занимается компания, привязка кредитных карт к платформе, возможность завести деньги и обменять их на биткоин, для того, чтобы в биткоиновых парах и дальше осуществлять торги. Но это первые 2-3 месяца период СВОП. Когда компания проходит первый этот фильтрационный период для сертификации, верификации в рынке, в торгах криптовалют, то следующий период, который называется ФИАТ, это период, когда у экченча, у обменника, пройдя необходимый 3-месячный период функционирования на рынке, появляется возможность привязать, возможность вывода, то есть обмена криптовалюты на фиатные деньги и вывода фиатных денег. То есть тогда мы сможем уже не только заводить фиат, но обменивать биткоин на деньги и выводить, обменивать эфир на деньги, выводить, а также обменивать наши gold social gold coin на деньги и выводить на наши счета. Для партнеров вот это все нужно хорошо понять и усвоить, что у нас не просто очередной обменник заходит в руки партнерам, это заходит на рынок в действии. Почему успех ему гарантирован? Заходит на рынок обменник, международный, легально организованный, с возможностью делать swap торги, что делают 300 и больше бирж и обменников в мире, но делать и те операции с фиатными деньгами, банковскими транзакциями, которые на сегодня делают десяток бирж. Это Kraken, это Coinbase, но еще может быть там 5-6 бирж, которые мы можем назвать, кто именно делает эти обменные операции. Это очень сложный в легальном периоде получения разрешительных бумаг процесс. И наш обменник Umbrella, это один из вот этих серьезных обменников, который еще один заходит на рынок и, естественно, привлекает внимание очень большого количества будущих пользователей. Нужно сказать, что уже было выше, подчеркнул, что от нас ничего не зависит. В любой момент Umbrella может зайти и начать работать, потому что все, что касалось компании, предоставлено, оплачено, организовано и отправлено всем партнерам, которые обеспечивают функционирование Umbrella. Поэтому как только Umbrella в любой момент, ну, планируется на следующей неделе, он не может сказать, что это будет понедельник, среда, на следующей неделе планируется, вроде как все этапы проверки завершены, компании, которая осуществляет страховку. Поэтому планируется в любой момент старт Umbrella. Отсюда начинается процесс ICO. То есть ICO нормально заходит и будет функционировать в течение 60 дней. Момент старта Umbrella, начало ICO, 60 дней продажи наших монет. Три монеты у нас, которые выходят на ICO, это ECO, Time is Money и AgroCoin, 60 дней, ICO, в котором компания, естественно, во-первых, ознакомление мира с этими монетами, предложение мира уже согласно существующих договоренностей, контрактов, очень много направлений. То есть капитализация самого обменника, это все понятно. Что касается дивидендов. Мигел сказал, что на первом этапе, первый месяц, обмен для партнеров не будет возможен. Компания планирует в течение полутора месяцев, пройдя первый проверочный путь с момента старта ICO, первый проверочный путь, и в течение максимум полутора месяцев дать возможность партнерам выводить все монеты, все три монеты, которые выходят на ICO, выводить для обмена их на биткоин. За этот период компания уже вырастет цену до стартовой, которая нам обещана. И кто не хочет дальше ждать роста цен, может по базовой цене, которая нам обещана, выводить на более используемые монеты, менять на биткоин, на эфир. Поэтому в ближайшие полтора месяца вот эта проблема будет открыта, потому что все организационные инструменты готовы, решены, все готово к действию. Для чего была создана Умбрелла? Для чего разработали свой экченч? Вопрос в прошлом году так не стоял. В силу многих причин решили это сделать. Почему? Во-первых, динамизация отношения к собственным разработкам, то есть через собственный обменник, пройдя вот весь этот подготовительный путь, через собственную биржу, открытие миру и запуск в ICO и капитализацию именно техкоинов, проще запускать свой обменник. Но для этого нужно было изготовить и пройти весь этот путь, чтобы дать миру используемый и очень конкурентно способный обменник. Биржа должна быть современной. Пройдя этот путь и выдавая свои монеты в мир, в рынок, компания, естественно, дает им старт по той цене, которая выгодна для компании. На внешних обменниках выдавать в мир ICO-шные монеты, это платить и платить и платить до того момента, пока внешний рынок не примет эти монеты. Это номер один задача. Капитализация и динамизация запуска ICO своих разработок. Номер два. Не секрет, что мы все партнеры, начиная от EagleBitrade. Вторая позиция компании, которой необходимо было исполнить обязательства, которые на себя взяла новая администрация, это всем старым партнерам EagleBitrade через Салду Морозу дать возможность уже вывести в реальные деньги вот те зависшие суммы, которые были обещаны нам, увеличены, даны для того, чтобы капитализировать нас с вами, погасить задолженность по старой компании, которая не выплатила ничего. Поэтому вот наш обменник Умбрелла – это возможность через вот такой путь, который уже пройден, и начинается старт рабочий, дать возможность всем партнерам обменять на более используемые монеты вот все монеты, которые нам даны в эквиваленте, в бэк-офисе. Так, теперь, что касается, чтобы закончить разговор по поводу тайминг, время, которое заняло разработкой этого процесса. Уже было вышесказано, как сложно это делать. И кто понимает, что легальный бизнес, легальная разработка подобной платформы занимает иногда месяцы и годы. То есть легализация, верификация, протокольная часть занимает длительное время. Поэтому, когда в феврале в силу причин, я многократно уже говорила, о каких причинах мы сами себе испортили декабрь-январь, в силу определенных причин компания приняла решение разрабатывать, покупать и разрабатывать собственный обменник. Так вот, договорная часть, то есть согласование, детали, нюансов с компанией-разработчиком заняла полтора месяца. Для того, чтобы подписать договор, говорит, как мы не торопили, но обратная сторона, другая партнерская сторона, она соблюдает свой тайминг времени, свои интересы и делает так в своей скорости, которую она считает нужным. Поэтому только этот процесс предоговорной для подписания соглашения о разработке занял полтора месяца. Плюс две недели компания цену никак не могла сложить. То есть пока выдали фактуру для оплаты стартовых работ по ядру обменника, прошло еще две недели. После оплаты, именно вот двухнедельная задержка и оплата фактуры, компания приступила к разработке. И разработав, и дав инструмент в руки, это все время потребовало для легализации его в плане страхования транзакции потребовалось еще, вы видите, сколько уже больше месяца, уже соглашение, готовность, оплаченные все дела, то есть проверяют Life Paper, проверяют всю документацию, легальность, реальность всего. То есть каждое подразделение, которое участвует в соглашениях по обслуживанию Умбрелла, которое и обеспечивает ее легальное и реальное существование, это занимает массу времени. Поэтому от нас ничего не зависит. Это результат усиленной работы компании, ускоренной, потому что работали очень напряженно, искали параллельно пути ускорения процесса, но это от нас же не зависит. Нужно сказать, что объявлял Мигел гораздо раньше, уже несколько месяцев назад, что после августа, начиная с сентября, будут изменены проценты выплаты дивидендов. То есть, что это означает? 20, 28 по 30 сентября, когда будет происходить следующее начисление за период дивидендов, следующее начисление партнера, мы уже получим другие проценты. Следует отметить, что период, сложный период первого этапа, когда мы имеем старых партнеров, EagleBitrade, которые отправляли деньги не в эту компанию, а в другую, но мы обязались, и компания платила минимальную планку 5% в деньгах, или, не в деньгах, извините, в монетах, но это эквивалент денег, то есть компания должна иметь этот эквивалент, платили обязательно, потому что взяли на себя обязательства. У нас есть две структуры, старая и новая, новая часть структуры, которая заходила в биткоинах, они тоже получали 5%. Почему? Сложный стартовый период запуска первого необходимого инструмента нашего экченча закончен сейчас. Он требовал инвестиций денег в ядро, в разработку, в договоренности, в страховые взносы, множество выплат, которые никак не относились к стартовому периоду разработки маркетинга. Это те затраты, которые легли дополнительно, без учета расчетов, первых расчетов, которые ложились по получению дивидендов на работающей структуре по выплате по маркетингу. Мы знаем, какие там проценты, у нас минимальные 5. Поэтому, так как этот период прошел, недел сегодня говорить, что начиная с 28 сентября компания уже берет на себя обязательства повышения процентов, будут ли это максимальные, которые заявлены в маркетинге, либо чуть ниже, компания стремится уже в сентябре дать согласно маркетинг плану проценты, которые нам были заявлены по нашим пакетам инвестиционным. Я хочу сейчас кратко, быстро повторить, потому что смысл я поняла. Сейчас сразу скажу, на чем остановился Мигел. К сожалению, многие партнеры, мы называем друг друга партнером, но по факту мы акционеры, псих наша организация, мы акционеры закрытого частного социального клуба инвесторов. Так вот, мы акционеры, которые благодаря новой концепции могут сами для себя строить бизнес, каким они его видят. Но всегда, с самого начала повторяли многократно, что эта платформа, которая запускается, это платформа для инвестиций среднего и длинного периода инвестиций, никак не коротких сроков. Почему? Потому что платформа, которая учитывает соединение реального бизнеса, реально функционирующего бизнеса, а также запуск вот тех стартапов, которые на сегодня уже запустились, мы имеем наши монеты уже в действии, запуск их и функционирование требует времени и правильной легальной организации для того, чтобы каждый из акционеров имел возможность длительные годы получать доходы по своей деятельности и по акциям. Это организационный период, требующий большой регламентации, лицензирования и больших инвестиций. Этот период занимает годы. Компания старалась в течение этого года закончить всю эту работу. Мы видим, да, с прошлого августа у нас как раз прошел год. Компания в течение года смогла это сделать. От переноса базы данных компании, которая лопнула, что заняла месяц до формирования самой платформы и запуска в действие всех инструментов. Итак, мы компания, которая никогда себя не объявляла. Трейдинг, Форекс, никогда не заявляла, что доходы нашей компании живут на вот этих скоротечных, быстро доходных и скоротечных организациях, да, нетворка. То есть мы компания, которая изначально провозглашая новую концепцию развития для каждого из нас, дала всем в руки возможности. И в зависимости от потенциала каждого партнера, его целей, желаний и возможностей активности, мы строим свой бизнес. То есть здесь в зависимости от суммы инвестиций, в зависимости от прилагаемых сил по маркетингу, неограниченные возможности построить высокодоходный инструмент получения финансовых потоков. Но компания, еще раз повторю, среднего и длительного инвестирования. Поэтому, говорит, не хочу говорить плохо, мы не можем сравниваться ни с какими хайповыми или высокорискованными компаниями, которые открываются и популярны сегодня в мире, мы не можем с ними сравниваться, не хочу ни характеризовать, ни критиковать, но хочу подчеркнуть, что концепция нашего бизнеса это формирование физически реально существующего серьезного доходного производства бизнеса, который структурирован многими направлениями, в том числе задача нашей компании защита окружающей среды, это цель и задача нашего президента. Мигел Гомыш повторил, что одним из составляющих частей строительства и развития бизнес-площадки это участие в разработке технологий и строительства заводов, приносящих пользу нашей планете. В ПЛА мы все уже об этом знаем, что это такое. Почему мы не можем, мы не будем, мы не пирамида компания, мы компания, которая никогда не будет являться пирамидой по нескольким причинам. Первое, во-первых, мы не используем механизмы пирамид, мы компания, которая использует потенциал многоуровневого маркетинга для развития реального физического бизнеса, формирования доходности от реального производства для всех партнеров МЛМ. Мигел говорит, напоминаю, ну то есть кто не знает, напоминаю, что я против пирамидального формирования компаний. Напоминаю, что я против пирамид МЛМ, но напоминаю также, что правильно организованная МЛМ надстройка в компании в нашей позволяет построить модель бизнеса, которая, используя легальные механизмы формирования физической реальной платформы бизнеса, а также потенциал МЛМ структур максимально быстро развиваться, передавая информацию из рук в руки, что называется, максимально быстро продвигая идею, информацию дальней компании, позволяет совместить два этих вида бизнеса в получении потенциала быстрого развития. Поэтому напоминаю, что я только за то, чтобы в легальном поле сформировать нового порядка, новая концепция, инструмент для зарабатывания денег. Мигел говорит, что я не против вообще никаких компаний, это выбор каждого, кто где работает и что, как организует, но, говорит, я против пирамидального строения получения доходности, то есть входящие партнеры оплачивают доходы вышестоящим, то есть, говорит, новая концепция нашего бизнеса позволяет сформировав доходную часть, вот период первой инвестиции и формирования доходной части позволяет обещать партнерам получать реальные доходы от существующих бизнесов. Правильно организованная, поставленная стратегия развития MLM позволит максимально быстро расширять бизнес. Почему на этом остановился? Потому что мы, как партнеры MLM, часто предлагали те, либо другие формы ускорения, так сказать, привлечения MLM-партнеров. Мигел говорит, что это новая концепция. Мы не можем здесь использовать некие ходы всяких промо-акций каких-то для того, чтобы шевельнуть и быстро двинуть сеть. Нужен очень серьезный структурный подход организации MLM-платформы на готовой бизнес-площадке. Поэтому вот в этой части подчеркнул еще раз, что вот эта новая концепция, которая единственная на сегодня и не имеет конкуренции, потому что потенциал MLM-структур заинтересованных в продвижении бизнеса базируется на реальной платформе, которая действующей и которая будет только расширяться. На сегодня это 19 действующих компаний, которые не все были в стадии запуска на момент формирования платформы. Есть работающие подразделения, но большей частью наша платформа совмещает и физический бизнес, и криптоиндустрию, так вот совмещение всех этих направлений позволяет нам сегодня сказать, что мы единственные в этой области новая концепция формирования нашего бизнеса не имеет конкуренции. Дэши метродузир. Значит, резюме всего, что было сказано начально, что мы компания, почему нет конкуренции, уже было сказано много раз, что и почему и каким образом формировалась наша платформа. Мы компания, которая совмещает реальный бизнес и потенциал MLM, при этом наша часть MLM не формируется на распределении доходов ниже входящих для вышестоящих. То есть, мы не используем деньги партнеров для того, чтобы закрывать бонусы и платить вышестоящим партнерам. И самое главное, что наша компания потенциально открыта для любого... Мы акционеры, мы часть подразделения, которое акционеры с помощью краудфандинга реализуем свою мечту, потенциал в расширении бизнес-площадки нашей платформы. Поэтому мы прозрачны для демонстрации любого документа в офисе, сколько угодно уже партнеров, уже очень большое количество команд, в том числе русскоязычных за этот период были в компании. Всегда Мигел показывает документы, у наших партнеров не остается вопросов, а он все показывает и показывает. И страховые полисы, и все, что касается Умбрелла, все договорные отношения, все это можно посмотреть в открытом виде, компания прозрачна и готова любому акционеру предоставить комплексную информацию, которую он затребует визуализировать, то есть в открытом виде. При этом мы компания, которая динамически будет развиваться постоянно. Закончив первый этот период, самый сложный период переформирования бизнеса, мы сейчас как я говорю, я всегда говорю, что 20-й год будет наш, это так, потому что если многие говорят о том, что недостаток информации мешает работать, мешает жить, вот у нас мало активной информации выдается через публикацию официально в БЭК-офисе, да, это так, Мигел подтвердил, на этом этапе коммуникативность еще требует улучшения многократно, потому что этот период подготовительный невозможно длинными опусами в БЭК-офисе описывать все то, что происходит с компанией, причем часто и густо какой-то, какая-то позиция, какая-то дата, которая обещана, написана, она не может быть соблюдена, потому что по причинам внешним, партнерским, да, что-то, какие-то форс-мажорные обстоятельства могут поломать период коммуникации, период информации для партнеров, который был обещан в той либо другой коммунике, которая выдавалась. Да, это так, Мигел говорит, что мы сейчас как раз в том этапе, когда формирование информационного листка, информационного потока для партнеров, он будет начать действовать с момента запуска инструмента, самого главного инструмента, который позволяет партнерам исполнять, позволит партнерам получить деньги и компании исполнить обязательства. При этом, говорит, хочу напомнить, что мы не останавливались ни на одну минуту и договорные отношения самой компании и сеть. Если брать базу данных, которая была перенесена EagleBitrade на ID, это 18 с небольшим тысяч партнеров. На сегодня партнеров 27, почти 28 тысяч партнеров, то есть 10 тысяч партнеров приросло за этот период тех партнеров, которые, понимая концепцию и вникая в механизмы, которые открыты для исследования, просмотра, задокументированы, могут быть подтверждены прозрачно в офисе, могут понимать, где мы находимся. Поэтому это только вот стартовый период. У нас сейчас начинается стартовый период широкого распространения работы именно MLM-подразделения. Не секрет, что компания работает и с юрлицами, и есть партнерские отношения с юрлицами по бизнес-партнерству. Это не секрет, и в том числе и Россия стремится работать. Это дополнительная часть, которую администрация смогла реализовать вот за этот период. Значит, что наше будущее, это третья часть нашей беседы, на которой Мигел хотел остановиться, наше ближайшее будущее. То есть, вот сейчас Умбрелла вводится в действие уже по причинам от нас независящим, мы ждем это в любую минуту. Все ссылки для входа готовы. Почему не дают в сеть, потому что из практики прошлого года, января, когда была дана в сеть платформа для проверки определенных действий, мы сами эту платформу обвалили. Чтобы не создавать конфуз для программистов, вот сейчас до момента ввода и старта официального, пока все партнеры платформы дадут добро, нам не дают возможность это увидеть. Все готово. Вот Умбрелла зашла в действие, следующие наши шаги. Компания готова на следующем этапе сразу заняться интеграцией ID-шопинг. Мы все отдельно, все мастера, лидеры отдельно все это видели. Действительно, функционально, это все разные сайты, мы об этом знаем. Функционально каждый сайт уже можно посмотреть в действии, и мы это видели, но нет привязки и взаимодействия с логином партнера. Поэтому ID-шопинг это следующий вид бизнеса. Дальше ID-университи. Есть несколько направлений, которые будут как пазлы интегрироваться в общую систему. На сегодня система столь функциональна, что осталось, ну, ближайшие, как было сказано, 2-3 недели после запуска Umbrella осталось провести корректировку системы в области базы данных. То есть есть некоторые лидеры, многие давали, мастера давали, есть некоторые позиции, которые до сих пор там неисправлены, в некоторых ситуациях по перемещению структуры. Это есть, и это 2-3 недели займет после запуска Umbrella корректировка, которая будет запущена в полной версии. И останется только модули интегрировать по следующим программам, которые отдельно тоже имеют свой маркетинг. Поэтому совмещение следующих модулей, тот же ID Shopping, ID University, это дополнительная возможность зарабатывать в этом виде бизнеса, который нам был обещан давно, мы об этом знаем, я широко в этом не распространяюсь, но я знаю, что это есть. Вот момент запуска и после старта ID, это ближайшая перспектива. Отдельной строкой следует сказать, что после интеграции ID Shopping отдельной строкой будет у нас идти продажа ID Coffee. ID Coffee это целая программа, внутренняя программа, мы знаем, что у нас в Бразилии, ну мы многие знают, я со многими говорила, я рассказывала все, что я знаю по поводу наличия возможности сделать отдельную сеть продажи кофе. Бразильский кофе нескольких марок называли, это может быть и арабика, это много марок смесовых есть, которые будут предложены рынку. Этот рынок кофе разделен на два подразделения, первое подразделение это продажа клиентам, пользователям, нам, партнерам, кофе внутри по сети, то есть это отдельная часть, которую можем покупать кофе за наши монеты, там будет маркетинг. И другая часть индустриальной продажи кофе, то есть клиентам оптовым, серьезные бизнес-предложения и продажа вне сети, это возможность всех партнеров будет как представителя компании заниматься вот этими отношениями поставки в большом количестве кофе различных марок на различные рынки. Нужно сказать, что остановиться подробнее на этой части договора относительно продажи кофе. Ну, понятно, что два направления, одна продажа кофе клиентская наша с вами для потребления, совершенно другая, каким образом будет организована часть реализации программы продажи кофе оптом. То есть, что получается? Каждый из нас имеет возможность, но он сказал, что Ирина знает, потому что мы действительно уже этим занимаемся, есть несколько запросов, как можно быстрее начинать уже работать, то есть, действительно, вот такие контрактные отношения нашей компании с любой локальной компанией, серьезной, то есть, договорные отношения юридические с любой компанией любой страны по поставке кофе, естественно, не в пакетах килограмм-два-три, а контейнерные поставки один-два-три и так далее, больше поставки кофе по регионам возможны, то есть, любой партнер, структуры, найдя такой контракт, это уже возможность получения бонусной схемы вами от заключения контракта. Это напрямую соглашение нашей компании с любой компанией в любой стране, которая берет на себя ответственность по контракту исполнять все обязательства, то есть, получая кофе-сырец, далее заниматься его, значит, расфасовкой, продажей, либо поставкой в какие-то кафетерии уже обжаренного кофе, это те нюансы, которые обговариваются спецификацией каждому контракту, но это уже начало реализовывать, то есть, вот такие поставки через ID кофе уже по Европе уже начались, поэтому вот эта часть возможности бизнес-предложения, это еще один вид заработка партнеров, это ни в коем образом не отражается в сети, каждый отдельно, кто оформляет такой контракт, это его вид деятельности, но это тоже вид деятельности, который принесет вам дивиденды, отдельно это функционирующая часть бизнес-договоров, корпорации с другими компаниями и юридическими лицами, существующими в разных странах, дает доходность нашей платформы, а это наши с вами дивиденды. Трудующий пример из Польша. Дыши, а, дыши, это разузируем. Значит, нужно сказать, что чем глобально наша компания отличается от других? Компания открытых возможностей, о чем было сказано, что органограмма, которая предполагала развитие в начале по определенному плану, так сказать, изначально прописанному, она менялась в течение месяца многократно, но мы видим, и Мигел подчеркнул, что и Мигел Гомыш, и Клаудио, наш президент, они без конца путешествуют, ездят. Почему? Они без конца в дороге. Почему? Учитывая, что мастера, лидеры, вот на протяжении периода, проникшись концепцией нового развития бизнеса, принесли несколько компаний, принесли в начале несколько идей, которые потом вылились в соглашение в компании, мы сейчас расширяемся в линейке бизнеса с компаниями, именно благодаря участию лидерскому участию партнеров, то есть предложенная идея, которая, допустим, компаний, которые пришли, я просто знаю две компании американские, которые пришли, в ближайшую перспективу будем их видеть, это компании, дающие продукт, они пришли, поддерживая концепцию нашей компании, состоялась договоренность, соглашение, их продукты добавляются в нашу линейку, естественно, наша компания получает льготы и бонусы, и партнеры получают дополнительные возможности, благодаря инициативе мастеров и лидеров, то есть наша компания открыта, и концепция компании идеям, позитивным идеям развития и улучшения бизнеса всегда открыты, то есть на сегодняшний момент, допустим, компания заинтересована в том, чтобы размещать инвестиции наших партнеров в выгодный бизнес, функционирующий, выгодный, дающий доходность и развивающийся в направлении расширения доходности, это идея, которая, ну, один человек, он не может управлять всем и знать все, поэтому вот совещательные органы, также отряд мастеров и лидеров, которые существуют в компании, они как раз и дают идеи, не все сразу реализуются, и вот он вспомнил Россию и Беларусь, мы уже провели определенную работу, у нас есть наработки, которые, я думаю, на следующий год будут реализованы, но это те наработки, которые на сегодня, некоторые соглашения уже могут дать, там, продовольственная программа, могут дать результат, но другие соглашения, которые сейчас в стадии переговоров, это большое строительство, это большой бизнес-проекты, которые с двух сторон, ну, в процессе, так сказать, прощупывания почвы, договоренности, процентном отношении и доходности, это все понятно, но это те процессы, которые запущены с помощью партнеров-лидеров, мы все с вами акционеры, поэтому для того, чтобы компания могла расширяться в бизнес-площадке доходной и потенциально успешной, наши предложения тоже важны, поэтому он говорит, что, ну, одно руководство, одни мастера не справятся, каждый партнер, учитывая, что он акционер, то есть сам строитель своего будущего, может и должен, рассматривая какие-либо предложения, выходить с этим компанией, и чем компания прирастает, это заслуга совместная, общая, прирастает дополнительными возможностями, доходностью, это наша совместная заслуга, договоренность это администрация, но принести идею, поработать над ее реализацией, мы знаем, что в Пакистане, если мы в процессе пути, то в Пакистане одна идея уже супер реализована, я знаю это, дело в том, что очень активный мастер там, который имеет доступ к правительственным программам, они нашли пути решения определенных серьезных программ, высокодоходных в перспективе, поэтому компания открыта. И главный вопрос практически всех, когда же наконец ID, как компания с законченным переходным периодом, может быть анонсирована всему миру, как действующий полноценный механизм. Ответ. Как говорит наше Рождество, когда мы празднуем Рождество? Когда Рождество приходит, мы все считаем, что родился Новый год, новые возможности. Натал в Европе, Рождество в Европе начинается в октябре и заканчивается в декабре. Поэтому ID в мировом масштабе стартует, как компания с нашей помощью открытая всем, с нашей помощью, начиная с сегодняшнего периода. Говорит, что я хочу сказать в заключение? Этот глобальный вопрос, когда мы начинаем, зависит от каждого из нас. Мы начинаем сейчас уже активно работать, потому что все готово. С момента старта Умбрелла нет никаких препятствий для любого из партнеров старых, новых, для любого акционера никаких препятствий сказать о том, что что-то у нас не работает и чего-то кому-то мы не даем. Потому что компания, которая в реальном времени, в реальной жизни даст миру этот обменник, о котором мы говорили выше, очень много было сказано, даст миру этот инструмент, позволит в течение короткого периода, не зря было сказано октябрь, ноябрь, декабрь. То есть конец октября это как раз видимо период, когда начнутся и обмены наших всех монет, которые стоят у нас в бэк-офисе. Но вместе с тем это период старта компании серьезной с реальным продуктом. Уже никто не скажет, что компания рассказывает. Компания дала линейку продуктов, линейку бизнеса, который работает для получения реальных дивидендов. Компания, которая строит свой бизнес на подтверждении каждого своего действия в реальном режиме и обоснования реальности получаемых нами доходов. Развитие бизнеса зависит от каждого из нас. Почему он перечислил? Говорит, Ирина, я действительно знаю, что действительно в отношении денег Мигел прикручивает все пожелания, какие бы мы ни высказывали, пожелания, давай то, либо давай это, он так закручивает механизм. Деньги пойдут только на старт компании без всяких мотивационных праздников, которые привлекают внимание, никаких Феррари ничего у нас не будет. У нас есть жесткое отношение к деньгам и абсолютно достоверная подтвержденность всех выплат. Поэтому, конечно, мы будем делать мини-события, конечно, мы будем делать, потому что нужно давать отчет, нужно собирать лидерские группы с минимальными затратами, дешевые, никакой помпезности, никаких фейерверков. Это событие рабочее. Естественно, компания делать будет, потому что периодический отчет необходимо перед акционерами давать. Но в плане доходности каждого из нас, это потенциал отдельно, как он перечислил, Ирина, Франциско, Ласло и все имена, которые там он прочитал, сказал, от каждого из вас зависит. Подача информации, рассказать о том, что мы действительно уникальны, единственны в мире. Стартуем, все, период, когда подготовительные закончились этапы, у нас на сегодня есть реально работающая площадка, у нас есть реально работающий механизм ввода и вывода денег, мы получаем свои биткоины, у нас есть возможность рассказать и показать потенциал компании, базирующейся MLM на реальной платформе бизнеса. Это все есть. И от каждого из нас зависит возможность строить свою доходность, да, от прилагаемых усилий, каждый из нас это свой, так сказать, механизм формирования бизнеса, пожалуйста. Но нужно понять, что подобной компании на сегодня нет. Это очень сложный механизм, который, чтобы запустить, потребовались годы у создателей, годы, и целый год подготовительный для формирования единой платформы. Поэтому от каждого, то есть мы зависим от работающих механизмов, которые нам дает администрация, администрация зависит от нас, от работы каждого из нас по расширению MLM-платформы, по продвижению информации, по развитию бизнеса, формировании новых и новых партнеров, акционеров. Поэтому механизм готов, а вот старт рождения бизнеса каждого из нас это дело каждого. Какие видео? Какие видео? Какие видео? А, видео. Сейчас, говорит, первый, говорит, шаг, который я хотел бы попросить всех сделать, это максимально всем открыть изображение, то есть показать, видео включить. В левой части нашей панели там есть видео, включите, чтобы я мог говорить со всеми глаза в глаза. Владмир, Лудамир, Наталья, Геления, Левая часть, внизу мы видим звук. Канара. Да. Окей, Ления. Движ подъезд продувь. И сегодня я хочу все фотографии, все видео нашей компании заканчивались этим жестом. Начиная с вас, поднимайтесь, Владимир. Это очень красиво, Владимир. Поднимайтесь и поднимайте, создавать свое, начинайте создавать свое будущее, которое наше будущее. Ничто не мешает работе. Начиная с этого момента, все фотографии, которые я буду видеть в социальных сетях, Facebook, Instagram, VK и так далее, я хочу видеть улыбку и я утверждаю свое будущее. Ну, мы много уже предложений, Елена сейчас здесь, мы много предложений давали компании, и, наконец, Медел сказал, говорит, все, планируем поездку в Россию, потому что есть в планах открытие ПСЦ в каждом регионе. Ну, начнем с России, начнем от нас, сделаем подразделение, да, у нас. Мы отличаемся от всего остального именно потому, что прежде всего легальность. Учитывая, что Медел всегда ратует только за все шаги легально разрешенные в каждом регионе, мы не просто компания, которая создала единый блок, мы компания, которая максимально по регионам партнеров доносит возможность открыть легальное подразделение, чтобы документально, подтвержденно, всегда любой из акционеров был спокоен и мог подтвердить, что мы члены вот этой корпорации, которая законодательно имеется в этом регионе. в конце концов, говорит, хороших выходных для всех и делайте все как Владимир, говорит, вы видите, он сейчас, говорит, с детьми на природе, то есть важно, что это качество жизни, так вот идем все туда, чтобы повышать наше качество жизни в гармонии с природой. Говорит, уже вижу следующего идентификатора, следующего поколения. Всем пожелал хороших выходных, хорошего отдыха и всегда какие-то сложности и сомнения всегда на ответе. Спасибо. Спасибо всем. Говорит, спасибо, что больше, чем полтора часа потратили на беседу в субботу. Все, спасибо всем. На сегодня заканчиваем, на следующей неделе сделаем конференцию, потому что что-то я еще раз прослушаю. Всегда объемные фразы были, кое-что. Я уже начинала следующий перевод и вспоминала. Пронто, уже адис, про то, до субботу. Во фазер конференция по сэмана, во отравешу виртуду, порке алгумаш койзаш ком деталеш, порке муташ компридеш фразеш. Во фазер новомэнте. Профейто. Чао-чао. Бон фим сэмана тоже. Чао-чао-чао-чао. Глобал Стар Клаб Возможности безграничны.